Привет, мои дорогие друзья! С вами я, Алиса Медведева, и прямо сейчас мы с вами подведем итоги уходящего дня. Сегодня у нас 6 декабря, вторник, и начнем с ситуации на фронте. По данным Генштаба ВСУ, были отбиты атаки в районе населенных пунктов Верхнекаменская, Бахмут-Андреевка, Яковлевка-Солидар, Курдюмовка и Красногоровка Донецкой области. Сегодня со стороны Российской Федерации аж целый министр обороны Сергей Шойгу снова заявил о взятии Курдюмовки. То есть непонятно, что с этим населенным пунктом на самом деле, поскольку вот уже который день Россия заявляет, что он взят, он взят, он взят, а украинская сторона это не подтверждает и в ежедневном формате в своих сводках пишет о том, что отбиты атаки на Курдюмовку. Сегодня 6 декабря, кстати, день ВСУ и Зеленский отправился на Донбасс, где записал видео у Стеллы на въезде в Славянск. Этот визит, судя по всему, был не только из-за праздника, но и для того, чтобы поддержать украинских военных, поскольку мы знаем, что в последние дни ситуация в Бахмуте очень тяжелая. Кстати, в своей сегодняшней вечерней сводке генштаб ВСУ сообщает, что россияне перешли в наступление на лиманском направлении, хотя ранее они там стояли в обороне. Если говорить об артиллерийских обстрелах, то за минувшие сутки самыми сильными они были в Донецке. По Донецку снова стреляли по густонаселенному центру города. Есть погибшие. Россия в этом обстреле обвиняет украинские войска. А вот Украина, которая после начала российского вторжения комментировала обстрелы по Донецку таким образом, что это либо Россия обстреливает, либо ДНР, ну то есть сами себя. А в последнее время обстрелы на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей украинская власть вообще никак официально не комментирует. Как будто этого, ну вообще просто нет. Есть, правда, исключения. Комментируют только в том случае, когда есть попадание по каким-то военным объектам. За минувшие сутки удары также наносились и по подконтрольной Украине территории. Обстреляли жилые дома Херсона, а также здание местного водоканала. Погиб сотрудник этого предприятия. В Российской Федерации сегодня была очередная серия взрывов. На этот раз ночью загорелось нефтехранилище возле Курского аэродрома. Российские власти снова заявляют, что удар был нанесен беспилотникам. А еще позже СМИ сообщили об ударе по комбинату «Слава» в Брянской области. Тоже, как утверждают с российской стороны, беспилотники. Ближе к вечеру сработало ПВО в Ростове-на-Дону, а также в Крыму, где заявили, что отбили атаку беспилотников. Видимо, по этому поводу, а также из-за вчерашних инцидентов, Путин сегодня собрал заседание Совбеза. Российские источники вчера предполагали, и мы это с вами тоже обсуждали, что Украина якобы использовала советские беспилотники «Стриж». Но, если честно, не совсем понятно, как они пролетели по территории России сотни километров. Согласно другой версии, атаки проводились любительскими дронами, которые запускались с территории недалеко от аэродромов непосредственно. А издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на чиновника Минобороны Российской Федерации, а также на высокопоставленного украинского чиновника пишет, что беспилотники все же были запущены с территории Украины. Однако, по меньшей мере, один из ударов был нанесен с помощью спецподразделений, которые находились недалеко от цели, и помогали наводить беспилотники непосредственно на цель. В материале говорится, что удары сигнализировали о новой готовности Киева вести бой с базами в тылу России, повышая ставки на войне и впервые продемонстрировали способность Украины атаковать на таком большом расстоянии. Но тут отмечу, что украинская сторона не подтверждает свою причастность ко взрывам на российских стратегических аэродромах. Что касается ситуации в энергетике, то Украина сегодня продолжила бороться с последствиями вчерашнего ракетного обстрела со стороны Российской Федерации. И сейчас только во Львове вроде как ситуация более-менее стабильная, там плановые отключения, а во всех других регионах Украины введены экстренные отключения. При этом в командовании воздушных сил ожидают в ближайшие дни еще удары, поскольку они проследили определенную закономерность. Россия делает первый залп, а за ним второй. Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, могут повторить сегодня. Во-первых, праздник, день ВСУ. Во-вторых, видим такие четкие тенденции, что 10-11 октября, 17-18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньше, но все-таки наносили. Сегодня еще укус секретарь США Энтони Блинкен сделал знаковое заявление. Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина имеет в своих руках то, что ей нужно для самообороны, что ей нужно, чтобы дать отпор российской агрессии, вернуть территорию, которая была занята с 24-го, обращаю ваше внимание на эту дату, февраля. То есть, получается, что если это была, конечно, не оговорка, то он за то, чтобы вернуть Украине территории, захваченной после 24-го февраля, это получается без Крыма и без определенной территории Донбасса. Из Киева же, я напомню, идут заявления о том, что их требование это, чтобы россияне убрали свои войска и из Крыма, и из Донбасса полностью, то есть ушли. По Крыму, если честно, вообще, я думаю, вы заметили, все крайне интересно получается. На Западе очень не нравится заявление Киева о том, что они собираются возвращать Крым военным путем. Соединенные Штаты Америки тоже не дают дальнобойные ракеты Киеву, потому что опасаются, что этими ракетами они могут бить по Крыму, ну и по континентальной России. И, по крайней мере, в публичной плоскости эта концепция вроде как не меняется. Также абсолютно не просто так в западных СМИ появляются материалы, в которых военные эксперты и аналитики пишут о том, что есть большие сомнения, что Украина может вернуть себе Крым военным путем, при этом без огромных потерь и без риска ядерной эскалации с Россией. Кроме всего прочего, это же еще и упирается в то, что Запад должен Украине, ну просто колоссальное количество вооружения, боеприпасов для этого предоставить. Но есть проблема в том, что и эту поддержку, та, которая есть сейчас, на таком же уровне сохранять нелегко. Особенно с учетом социологии, к примеру, в тех же Соединенных Штатах Америки падает число сторонников поддержки Украины и растет количество людей, которые выступают за переговоры между Украиной и Россией. Об этом говорится в исследовании Чикагского совета по глобальным делам. Лучше не могли себе название придумать, конечно. С показателя 78% в марте до 66% в ноябре упало число сторонников экономической помощи Киеву. С 79% до 65% снизилось количество тех, кто согласен с поставками оружия Украине. 47% американцев считают, что Вашингтон должен подтолкнуть Киев к скорейшему достижению мирного урегулирования. В июле таких людей было 38%. При этом 48% говорят, что нужно продолжать поддерживать Украину так долго, как потребуется. В июле таковых было 58%. Поровну, то есть по 26% американцев считают, что либо Украина, либо Россия имеют преимущество на поле боя. При этом 46% уверены, что такого преимущества нет ни у одной из сторон. То есть, получается, исходя из данных этого исследования, мы имеем очень неоднозначную картину отношения американцев к этой войне. И в таких условиях выделять Украине больше денег на вооружение и еще что-нибудь становится сложнее. И это, кстати, безотносительно того, что после американских выборов в Конгресс преимущество в Нижней Палате теперь имеют республиканцы. Ну, а в целом, как бы стоит каждому из нас для себя понимать, что эта война затянется надолго. В Кремле сегодня заявили, что переговоры с Украиной бесперспективны, и надо продолжать, как они ее называют, спецоперацию. Дмитрий Песков заявил, что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент. Мы неоднократно об этом говорили. Должны быть достигнуты цели специальной военной операции. Российская Федерация должна достигнуть поставленных целей. Ни к чему, пока не приходят стороны и по атомной сделке, по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Позиции сторон, как бы, несмотря на то, что переговоры вроде как идут, далеки от того, чтобы прийти, ну, хотя бы к какому-нибудь консенсусу. Ростович, конечно, как всегда, в эфире у Фегина заявил, что россияне в скором времени и очень неожиданно прям могут все же покинуть Запорожскую область, а вместе с тем и Запорожскую АЭС. Компанию по скорому жесту доброй воли в отношении ЗАЭС начали российские СМИ. Мы в этом вообще никак не участвовали, а теперь они решили спохватиться. Видимо, в Кремле дали по голове и сказали тихо. Соцопросы показали, что это непопулярная тема. Шестой жест доброй воли – это уже перебор. Но Суровикир Шойгу разыграет новую пьесу, где скажут, что пришло время нелегких решений ради мира во всем мире и снижение радиационной опасности. Они отходят. Я говорил, почему они отходят. Они боятся, что все, что там, попадет в ловушку. Но пока отмечу, что со стороны Российской Федерации идут совсем другие сигналы. Венгрия сегодня заблокировала выделение Украине 18 миллиардов финансовой помощи в следующем, 23-м году. Будапешт против поправок финансового законодательства. Как вы знаете, в Евросоюзе все решения принимаются путем консенсуса. То есть все должны согласиться с определенными изменениями. К сожалению, мы не смогли принять пакет в целом. Однако это не охладит наши амбиции начать выделять нашу помощь Украине с начала января. Я прошу Комитет по вопросам экономики и финансов найти альтернативное решение. Это значит, что мы должны найти решение, которое поддержит все государства, заявил председательствующий на заседании министр финансов Чехии. Тем временем, вот уже второй день, как действует эмбарго Евросоюза на ввоз российской нефти морем. Также был определен потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. А еще был введен запрет для страховых компаний Евросоюза стран Большой Семерки и Австралии страховать те танкеры, которые везут российскую нефть по цене выше утвержденного потолка. Из-за этого Турция, к примеру, притормозила пропуск танкеров из Черного моря. Турция проверяют страховки. Из-за этого около проливов Босфор и Тарданеллы застряло примерно 20 перевозчиков. И у них там, по данным Блумберга, 18 миллионов баррелей нефти. Что интересно, как выяснилось, только один из этих перевозчиков везет непосредственно российскую нефть. Остальные, как утверждается, везут нефть из Казахстана. Но все равно всех проверяют, требуют письма от страховых компаний и проверяют происхождение нефти. Чтобы решить комплексно эту проблему, Россия, как уже сообщали ранее, формирует свой танкерный флот, который будет застрахован не в странах Евросоюза и Большой Семерки. Кроме того, Россия хочет ответить на нефтяной потолок цен нефтяным дном. То есть запретить экспортировать российскую нефть по цене ниже определенного уровня. Но, друзья, мы же с вами забыли об одной еще очень важной аммиачной сделке. Напомню, Российская Федерация хочет возобновить экспорт российского аммиака через аммиакопровод, который идет через территорию Украины, и чтобы аммиак поступал на мировой рынок. По этому поводу Зеленский выдвинул публичное условие для того, чтобы разблокировать этот экспорт. Это обмен пленными всех на всех, что Россия, в первую очередь, с политической точки зрения невыгодна. И как-то после того, как Зеленский это условие озвучил, тема вроде как заглохла. Но вот в последнее время украинских СМИ начали появляться публикации с призывами не разрешать экспорт российского аммиака, поскольку Российская Федерация на этом будет очень много зарабатывать и вкладывать эти деньги в войну в Украине. Так что, возможно, и эта сделка не состоится, но снова акцентирую ваше внимание на том, что в последнее время практически, ну если не в ежедневном формате, то через день происходят обмены пленными. То 35 на 35, то 50 на 50. И меняют даже тех, кого ранее в России заявляли, что менять не будут. Еще одна, знаете, такая драма настоящая происходит на медийном фронте. Я за этим тоже пристально наблюдаю. В России был такой оппозиционный канал «Дождь». Несмотря ни на что он вещал много лет, а потом переехал в Латвию, где он вещал на протяжении, наверное, четырех с половиной месяцев. Журналисты «Дождя» переехали в Ригу и вещали оттуда после 24 февраля. И случился скандал, о нем мы поговорим позже, после чего вещание «Дождя» в Латвии прекратилось. А все из-за того случилось, что ведущий Алексей Коростелев рассказал, как информация, публикуемая телеканалом, помогает улучшать быт российских военнослужащих в Украине. После этого журналиста уволили, за эфир принесли извинения, но это не спасло «Дождь» от гневной реакции властей Латвии. Ранее канал вещал в кабеле, а теперь полностью уходит в интернет. На «Дожде» заявили, власти Латвии приняли решение об отзыве лицензии у телеканала «Дождь». Телеканал перестанет вещать в кабеле, но останется на YouTube. Мы продолжаем работать и считаем несправедливым и абсурдным все обвинения в наш адрес. Позже главред телеканала Тихон Зятко раскритиковал власти Латвии. «Я читал в книжках, что на Западе существует состязательность сторон. Я читал, что обвиняемая сторона имеет право привести свои аргументы в ответ на обвинения. Была ли такая возможность у телеканала «Дождь сегодня»? Нет, ее не было». Он также добавил, что на заседании надсовета, на котором принималось решение представителей, канала не пригласили. Он назвал происходящее занятным флешбеком. По его словам, 8,5 лет назад он сообщал в эфире канала об отключении «Дождя» из кабельных сетей России, а сегодня сообщает о том же, но находясь уже в Латвии. Ну и дальше он прокомментировал вот эти все истории с картой России с Крымом, которую они когда-то показали в эфире «Дождя» и почему ведущий армию Российской Федерации назвал «Наша армия». Но я в последние годы и вообще, сколько я занимаюсь журналистикой, я ни разу не видела, чтобы какие-то оправдания сыграли в плюс или пошли кому-то на пользу. Следом видеообращение записал агент-директор «Дождя» Наталья Синдеева. Со слезами на глазах она попросила прощения у ведущего Алексея, который был уволен, и попросила вернуть его на канал, сказала, что его увольнение было ошибкой. Она попросила также вернуться всех уволенных сотрудников, попросила у них прощения, попросила прощения у зрителей. Но эту ситуацию вполне себе ожидаемо после такого жеста начали использовать российские медиа, российские СМИ для продвижения тезисов, что Запад воюет не с Путиным, а воюет со всеми русскими, что для Запада не бывает хороших русских. И вот знаете, действительно, для всех российских оппозиционеров, которые уехали из Российской Федерации и собрались продолжать активную медийную и политическую деятельность, то, что произошло с «Дождем», это такой серьезный звоночек. И, может быть, ситуацию как-то будут пытаться урегулировать, обращаясь к каким-то правозащитным организациям, к международным, надправительственным структурам, потому что это очень большой козырь Кремлю. Но тут тоже стоит отметить, что Европа, она, понятное дело, неоднородная. Есть старая Европа или западная Европа, где российские оппозиционеры в теории могут свободно продолжать свою деятельность, поскольку Польша и страны Балтии, там, Эстония, Латвия, Литва, они, ну, как бы, очень враждебно прям настроены. А те страны, что западнее, там, Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, там, ну, скажем, попроще. И вот такие вот дела, друзья. Такая информация у меня для вас сегодня к вашему размышлению. А на этом, пожалуй, всё. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. Не забывайте подписываться на наши каналы в Ютубе. Это страна Юи. И ясно-понятно. Ну, вот тоже много где заблокированы, но мы находим возможности общаться с нашими зрителями, читателями, подписчиками, продолжать коммуникацию. И, кстати, один из хороших вариантов, это как раз-таки подписка на наш телеграм-канал «Политика страны». Самое главное для меня в этой ситуации, вот во всей глобальной ситуации, не изменять себе, своему мировоззрению, не предавать своих близких, не предавать свои взгляды. И до конца, несмотря ни на что, несмотря на то, как трудно будет, оставаться собой, чего, собственно говоря, и всем хочу пожелать. Совсем скоро увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok